Николай Носов. Бенгальские огни. Сколько хлопот у нас с Мишкой было перед Новым годом. Мы уже давно готовились к празднику. Клеили бумажные цепи на елку, вырезали флажки, делали разные елочные украшения. Все было бы хорошо, но тут Мишка где-то книгу раздобыл. Занимательная химия. И вычитал в ней, как самому бенгальские огни сделать. С этого и началась вся кутерьма. По целым дням он толок в ступе серу и сахар, делал алюминиевые опилки и поджигал смесь на пробу. По всему дому шел дым и воняло удушливыми газами. Соседи сердились, но никаких бенгальских огней не получалось. Но Мишка не унывал. Он позвал к себе на елку даже многих ребят из нашего класса и хвастал, что у него будут настоящие бенгальские огни. Они знаете какие, говорил он. Они сверкают как серебро и рассыпаются во все стороны огненными брызгами. Я говорю Мишке, что же ты наделал? Позвал ребят, а никаких бенгальских огней не будет. Почему не будет? Будет. Еще времени много. Все успею сделать. Накануне Нового года он приходит ко мне и говорит. Слушай, пора нам за елками ехать, а то останемся мы на праздник без елок. Сегодня уже поздно, ответил я. Завтра поедем. Так ведь завтра уже украшать елку надо. Ничего, говорю я, украшать надо вечером. А мы поедем днем. Сейчас же, после школы. Мы с Мишкой уже давно решили поехать за елками в Горелкино, где мы жили у тети Наташи на даче. Тетя Наташин муж работал лесником. И еще летом сказал, чтобы мы приезжали к нему в лес за елками. Я даже заранее упросил маму, чтобы она разрешила мне в лес поехать. На другой день я прихожу к Мишке после обеда. А он сидит и толчет бенгальские огни в ступе. Что ж ты говорю, не мог раньше сделать? Ехать пора, а ты возишься. Да я делал раньше, только, наверное, мало серый клал. Они шипят, дымят, а гореть не хотят. Ну и брось, все равно ничего не выйдет. Нет, теперь, наверное, выйдет. Надо только побольше серый класть. Дай-ка мне алюминиевую кастрюлю, вон на подоконнике. Да где же кастрюля-то? Тут только сковородка, говорю я. Сковородка? Эх ты, да это и есть бывшая кастрюля. Давай ее сюда. Я передал ему кастрюлю, и он принялся скоблить ее по краям напильником. Это у тебя, значит, кастрюля в сковородку превратилась, спрашиваю я. Ну да, говорит Мишка. Я ее пилил напильником, пилил, вот она и сделалась сковородкой. Ну ничего, сковородка тоже в хозяйстве нужна. А что тебе мама сказала? Да ничего она не сказала, она еще не видела. А когда увидит? Ну что ж, увидит, так увидит. Я когда вырасту, новую кастрюлю ей куплю. Это долго ждать, пока ты вырастешь. Ну ничего. Мишка наскоблил опилок, высыпал порошок из ступки, налил клею, размешал все это, так что у него получилось тесто в розде замазки. Из этой замазки он наделал длинных колбасок, навертел их на железные проволочки и разложил на фанерке сушиться. Ну вот, говорит, высохнут и будут готовы. Только надо от дружка спрятать. А зачем от него прятать? Да слопает. Как слопает? Разве собаки бенгальские огни едят? Не знаю. Другие может и не едят, а дружок ест. Один раз я оставил их сохнуть, вхожу, а он их грызет. Наверное, думал, что это конфеты. Ну, спрячь их в печь. Там тепло, да и дружок не достанет. В печку тоже нельзя. Один раз я их спрятал в печь, а мама пришла и затопила. Они все сгорели. Я их лучше на шкаф положу. Мишка взобрался на стул и положил фанерку на шкаф. Ты знаешь же, какой дружок, говорит Мишка, он всегда моим вещи хватает. Помнишь, он затащил мой левый ботинок, так что мы его нигде найти не могли. Пришлось мне тогда три дня ходить в валенках, пока другие ботинки не купили. На дворе теплынь, а я хожу в валенках, как будто обмороженный. А потом уже, когда купили другие ботинки, мы этот ботинок, который один остался, выбросили. Потому что кому нужен один ботинок? А когда его выбросили, отыскался тот, который потерялся. Оказалось, его дружок затащил на кухню под печь. Ну, мы и этот ботинок выбросили, потому что если первый не выбросили, то и второй бы не выбросили. А раз первый выбросили, то и второй выбросили. Ну, в общем-то, роча, так оба и выбросили. Я говорю, довольна тебе болтать. Одевайся скорее, ехать надо. Мишка оделся, мы взяли топор и помчались на вокзал. А тут поезд как раз ушел, так что пришлось нам дожидаться другого. Ну ничего, дождались, поехали, ехали, ехали, наконец приехали, слезли в горелкине и пошли прямо к лесничку. Он дал нам квитанцию на две елки, показал делянку, где разрешалось рубить, и мы пошли в лес. Елки, их кругом много, только Мишке они все не нравились. Я такой человек, хвалился он, уж если поехал в лес, то срублю самую лучшую елку, а то и ездить не стоит. Забрались мы в самую чащу. Надо рубить поскорей, говорю я, скоро и темнеть начнет. Что ж рубить, когда нечего рубить? Да вот, говорю, хорошая елка. Мишка осмотрел елку со всех сторон и говорит. Она, конечно, хорошая, но не совсем. По правде сказать, совсем не хорошая, куция. Где это она, куция? Да верхушка, посмотри, у нее короткая. Мне такой елке и даром не надо. Нашли мы другую елку. А эта хромая, говорит Мишка. Какая хромая? Ну так хромая. Видишь, у нее нога внизу закривляется. Какая нога? Ну ствол, ствол. Так бы и говорил. Нашли мы еще одну елку. Лысая, говорит Мишка. Сам ты лысый. Как эта елка может быть лысой? Конечно, лысая. Видишь, какая она реденькая. Вся просвечивает. Один ствол виден. Просто не елка, а палка. Осподи, все так все время. То лысая, то хромая, то еще какая-нибудь. Ну, говорю, тебя слушать до ночи елки не срубишь. Нашел я себе подходящую елочку. Срубил и отдал топор Мишке. Руби поскорей, нам домой ехать пора. А он словно весь лес взялся обыскать. Уж я и просил его, и бронил. Ничего не помогало. Наконец он нашел елку по своему вкусу. Срубил, и мы пошли обратно на станцию. Шли, 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 а лес не кончается. Может, мы не в ту сторону идем, говорит Мишка. Пошли мы в другую сторону. Шли, шли, все лес, да лес. Тут уже и темнеет начало. Мы давай сворачивать то в одну сторону, то в другую, и заплутали совсем. Вот видишь, говорю, что ты наделал. Чего же я наделал-то? Я ведь не виноват, что так скоро наступил вечер. А сколько ты елку выбирал? А дома сколько возился? Вот придется нам теперь в лесу ночевать. Ой, что ты, испугался Мишка, ведь ребята сегодня придут. Надо искать дорогу. Скоро стемнело совсем. На небе засверкала луна, черные стволы деревьев стояли, как великаны вокруг, и за каждым деревом нам чудились волки. Мы остановились и боялись идти вперед. Давай кричать, говорит Мишка. Тут мы как закричим вместе. Ау-ау-ау-у, ау-у-у, ответила эхо. Ау-ау, снова закричали мы, что было силы. Ау-ау, повторила эхо. Может, нам лучше не кричать, говорит Мишка. А почему? Еще волки услышат и прибегут. Да ладно, тут, наверное, никаких волков нет. А вдруг есть? Лучше давай пойдем скорее. Я говорю, давай прямо идти, а то мы никак на дорогу не выберемся. Пошли мы снова. Мишка все оглядывается и спрашивает, а что делать, когда нападают волки, а ружья нет. Бросить в них горящие головешки, говорю я. А где их брать-то, эти головешки? Развести костер. Вот тебе и головешки. А у тебя спички-то есть? Нету. А они на дерево могут влезть? Кто? Да волки. Волки? Нет, не могут. Тогда если на нас нападут волки, мы залезем на дерево и будем сидеть до утра. Что ты? Разве мы просидим на дереве до утра? А почему не просидим? Замерзнешь и свалишься. Почему замерзнешь? Нам ведь сейчас не холодно. Нам не холодно, потому что мы двигаемся. А попробуй посиди на дереве без движения. Сразу замерзнешь. А зачем сидеть без движения, говорит Мишка. Можно сидеть и ногами дрыгать. Это устанешь целую ночь на дереве ногами дрыгать. Мы продирались сквозь густые кустарники, спотыкались о пни и тонули по колено в снегу. Идти становилось все трудней и трудней. Мы очень устали. Давай бросим елки, говорю я. Жалко, говорит Мишка. Ко мне ребята сегодня придут. Как же я без елки буду? Тут нам бы самим, говорю, выбраться. Чего еще о елках-то думать? Постой, говорит Мишка. Надо одному вперед идти и дорогу проверять. Тогда другому будет легче. Будем меняться по очереди. Мы остановились, передохнули. Потом Мишка вперед пошел. А я за ним следом. Шли-шли. Я остановился, чтобы переложить елку на другое плечо. Хотел идти дальше. Смотрю, а Мишки нет. Исчез. Словно провалился под землю. Мишка вместе с елкой провалился. Я кричу, Мишка. А он мне не отвечает. Мишка, ты куда делся? Нет ответа. Я пошел осторожно вперед. Смотрю, а там обрыв. Я чуть сам не свалился с обрыва. Вижу, внизу что-то темное шевелится. Эй, это ты, Мишка? Я, я, кажется, с горы скатился. Но почему ты не отвечаешь-то? Я тут кричу, кричу. Ответишь тут, когда я ногу ушиб. Я спустился к нему, а там дорога. Мишка сидит посреди дороги и коленку руками трет. Что с тобой? Да я коленку ушиб. Нога, понимаешь, подвернулась. Больно? Я посижу. Ну давай, посидим, говорю я. Уселись мы с ним на снегу. Сидели-сидели, пока нас холод не пробрал. Я говорю, так тут и замерзнуть можно. Может быть, пойдем по дороге? Она нас куда-нибудь выведет. Или на станцию, или к лесничему. А может, в деревню какую-нибудь. Ну не замерзай же здесь, в лесу. Мишка хотел встать, но тут же заохал и снова сел. Не могу, говорит. Что ж теперь делать? Давай я понесу тебя на закорку. Да разве ты донесешь? Да давай попробуем. Мишка поднялся и начал взбираться ко мне на спину. Кряхтел, кряхтел. На силу залез. Тяжелый. Я в три погибели согнулся. Ну, неси, говорит Мишка. Только прошел я несколько шагов, воскользнулся и бух в снег. Ой, заорал Мишка. У меня нога болит, а ты меня в снег кидаешь. Но я же не нарочно. Не брался бы, если не можешь. Ой, горе мне с тобой, говорю я. То ты с бенгальскими огнями возился, то елку до самой темноты выбирал, а теперь вот зашибся. Пропадешь тут с тобой. Можешь не пропадать. Ну, а как не пропадать-то? Иди один. Это я во всем виноват. Я уговорил тебя за елками ехать. Что же я тебя бросить должен? Ну, и что же? Я и один дойду. Посижу, нога пройдет, и я пойду. Да ну тебя, никуда я без тебя не пойду. Вместе приехали, вместе и вернуться должны. Надо что-то придумать. Да что ты тут придумаешь? Может быть, санки сделать? У нас топор есть. Как же ты из топора санки сделаешь? Да не из топора голова срубить дерево, а из дерева санки. Все равно гвоздей нет. Надо подумать, говорю я. И стал я думать. А Мишка все на снегу сидит. Я подтащил к нему елку и говорю, ты лучше на елку сядь, а то простудишься. Он уселся на елку, и тут мне мысль в голову пришла. Мишка, говорю я, а что, если я тебя на елке повезу? Как на елке? Ну, вот так. Ты сиди, а я буду ствол тащить. Ну-ка, держись. Я схватил елку за ствол и потащил. Вот как я ловко придумал. Снег на дороге твердый, укатанный. Елка по нему легко идет, а Мишка на ней, как на самках. Замечательно, говорю я. На-ка, топор держи. Отдал ему топор. Мишка уселся поудобнее, и я повез его по дороге. Скоро мы выбрались на опушку леса и сразу увидели огоньки. Мишка, Мишка, говорю, станция. Издали уже слышался шум поезда. Скорей, говорит Мишка, опоздаем на поезд. Я изо всех сил припустился. Мишка кричит, еще, еще поднажми. Опаздываем. А после мы уже подъехали к станции. Тут и поезд подоспел. Подбегаем к вагону, я подсадил Мишку. Поезд тронулся, я вскочил на подножку и елку за собой втащил. Пассажиры в вагоне стали брониться на нас, что елка-то колючая. Кто-то спросил, где вы взяли такую ободранную елку. Мы стали рассказывать, что с нами в лесу случилось. Тогда все стали жалеть нас. Одна тетенька усадила Мишку на скамейку, сняла с него валенок и осмотрела ногу. Ничего страшного нет, сказала она. Просто ушиб. А я думаю, что я ногу сломал. Так она у меня болела, говорит Мишка. Кто-то сказал, что ничего, до свадьбы заживет. Все засмеялись. Одна тетенька дала нам по пирогу, другая конфет. Мы обрадовались, потому что очень проголодались. Что же мы теперь делать-то будем, говорю я. У нас на двоих одна елка. Ну, отдай ее сегодня мне, говорит Мишка. И дело с концом. Как это с концом? Я ее тащил через весь лес, тебя на ней вез. А теперь сам без елки останусь. Так ты мне ее только на сегодня дай, а завтра я тебе возвращу обратно. Хорошенькое, говорю, дело. У всех ребят праздник, а у меня даже елки не будет. Ну, ты пойми, говорит Мишка, ко мне ребята сегодня придут. Что ж я буду без елки делать? Ну, покажешь им свои бенгальские огни. Что, ребята еще елки не видели? Так бенгальские огни, наверное, гореть не буду. Я их уже 20 раз делал. Ничего не получается. Огонь, дым и только. А может быть, получится? Нет, я даже вспоминать про это не буду. Может, ребята уже забыли? Ну, нет, не забыли. Не надо было заранее хвастаться. Ох, если бы у меня елка была, говорит Мишка, я бы про бенгальские огни что-нибудь сочинил. И вывернулся как-нибудь. А теперь просто не знаю, что делать. Нет, говорю. Не могу я тебе елку отдать. У меня еще ни в один год такого не было, чтобы елка не стояла. Ну, будь другом, выручи. Ты меня уже не раз выручал. Ну, что ж я тебя всегда выручать должен. Ну, в последний раз, ну, пожалуйста. Я тебе что хочешь отдам. Ну, возьми мои лыжи, коньки, волшебный фонарь, альбом с марками. Ну, ты знаешь все, что у меня есть. Выбирай, выбирай что угодно. Ну, хорошо. Если так, отдай мне своего дружка. Мишка задумался. Он отвернулся и долго молчал. Потом посмотрел на меня, а глаза у него были печальнее. И сказал, нет, дружка я отдать не могу. Ну, вот, а говорил что угодно. А теперь я про дружка забыл. Я ведь говорил, что вещи, любые вещи. А дружок он не вещь, он живой. Ну, и что ж, просто собака. Если бы он хоть породистый был. Он же не виноват, что он не породистый. Все равно он любит меня. Когда меня нет дома, он обо мне думает. А когда я прихожу, радуется и хвостом машет. Нет, ладно, пусть будет, что будет. Пусть ребята смеются надо мной. А с дружком я не расстанусь. Даже если бы ты мне дал целую гору золота. Ну, ладно, говорю я, бери елку даром. Зачем даром? Раз обещал любую вещь, так и бери любую вещь. Хочешь, я тебе волшебный фонарь отдам. Со всеми картинками. Ты ведь очень хотел, чтобы у тебя он был. Нет, не надо мне волшебного фонаря. Бери так. Ты ведь столько трудился из-за елки. Зачем отдавать даром? Ну и пусть. Мне ничего не надо. Ну и мне даром не надо, говорит Мишка. Так это ведь не совсем даром, говорю я. Просто так, ради дружбы. Дружба ведь дороже волшебного фонаря. Пусть это будет наша общая елка. Пока мы разговаривали, поезд подошел к станции. Мы и не заметили, как доехали. У Мишки нога совсем перестала болеть. Он только немного прихрамывал, когда мы с поезда сошли. Я сначала забежал домой, чтобы мама не беспокоилась, а потом помчался к Мишке украшать нашу общую елку. Елка уже стояла посреди комнаты. И Мишка заклеивала бодранные места с зеленой бумагой. Мы еще не кончили украшать елку, как стали собираться ребята. Что ж ты позвал на елку, а сам даже не украсил ее, обиделись они. Мы стали рассказывать про наши приключения. А Мишка даже приврал, будто на нас в лесу волки напали. И мы от них спрятались на дерево. Ну, ребята нам не поверили и стали смеяться. Мишка сначала уверял их, а потом махнул рукой и сам смеяться стал. Мишкина мама и папа пошли встречать Новый год к соседям. А для нас мама приготовила большой круглый пирог с вареньем. И других разных вкусностей, чтобы мы тоже могли хорошо Новый год встретить. Мы остались в комнате одни. Ребята ничего не стеснялись и чуть не на головах ходили. Никогда такого шума не слыхал. А Мишка шумел больше всех. Ну, я-то понимал, почему он так разошелся. Он старался, чтобы кто-нибудь из ребят не вспомнил про бенгальские огни. Ой, он придумал все новые и новые фокусы. Потом мы зажгли на елки разноцветные электрические лампочки. И вдруг часы начали бить двенадцать. Ура! – закричал Мишка. – С Новым годом! Ура! – подхватили ребята. – С Новым годом! Ура! Мишка уже считал, что все закончилось благополучно. И закричал. А теперь за стол будем чай с пирогом пить. А бенгальские огни где? – спросил кто-то из ребят. Бенгальские огни? – растерялся Мишка. Не готовы они еще. Что ж ты позвал на елку? Про бенгальские огни говорил? А это обмам! Честное слово, ребят, никакого обмана нет. Бенгальские огни есть. Только они еще сырые. Ну-ка, покажи. Может, они уже высохли. А может, никаких бенгальских огней и не было? Мишка нехотя полез на шкаф и чуть не свалился оттуда вместе с колбасками. Они уже высохли и превратились в твердые палочки. Ну вот, – закричали ребята, – совсем сухие. Что ты обманываешь? Это только так кажется, – обравдывался Мишка. Им еще долго сохнуть надо. Они не будут гореть. А вот мы сейчас и посмотрим. Ребята расхватали палочки, загнули проволочки крючками и развесили их на елке. Постойте, ребята, – кричал Мишка. Надо проверить сначала. Но его уже никто не слушал. Ребята взяли спички и подожгли все бенгальские огни сразу. Тут раздалось шипение, будто вся комната наполнилась змеями. Ребята шарахнулись в стороны. Вдруг бенгальские огни вспыхнули, засверкали и рассыпались кругом огненными брызгами. Это был фейерверк. Нет, какой там фейерверк? Северное сияние, извержение вулкана. Вся елка сияла и сыпала вокруг серебром. Мы стояли, как зачарованные, смотрели во все глаза. Наконец, огни догорели, и вся комната наполнилась едким-едким дымом. Ребята стали чихать, кашлять, тереть руками глаза. Мы все гурьбой бросились в коридор. Но дым из комнаты повалил за нами. Тогда ребята стали хватать пальто и шапки и расходиться. «Ребята, ребята, отчаясь с пирогом!» – надрывался Мишка. Но никто не обращал на него внимания. Ребята кашляли, одевались и расходились. Мишка вцепился в меня, отнял мою шапку и закричал. «Ну ты-то, ты-то, хоть не уходи, останься, хоть ради дружбы! Будем чай с пирогом пить!» Мы с Мишкой остались одни. Дым понемногу рассеялся. Но в комнату все равно нельзя было войти. Тогда Мишка завязал рот мокрым платком, подбежал к пирогу, схватил его и притащил на кухню. Чайник уже вскипел, и мы стали пить чай с пирогом. Пирог был вкусный, с вареньем. Только он весь пропитался дымом от бенгальских огней. Но это ничего. Мы с Мишкой съели пол пирога, а вторую половину дружок доедал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok